Это почти односторонняя функция, которая многое значение свобода. В смысле, которое трудно восстановить? Да. То есть я даже могу сказать, в чём тут стоит один из вариантов, когда это односторонняя функция, он такой. Ну, если вы немножко знаете про теорию чисел. Значит, у нас имеются числа по модулю r, то есть возможные остатки отделения на r, 0 до 1 до 1. И есть какое-то число a, заранее выбратое. Дальше преобразование у нас, ну, оно у нас будет на языке чисел. Преобразование такое, что число i ставится в соответствие, это целое тоже число по модулю r. Берётся a в соответствии i, a в степени i по модулю r. То есть, имея некоторое число, мы можем вычислить a в этой степени. Ну, это тоже надо ещё и объяснить, как вычислять. Мы там начинаем a в квадрате, a в четвёртый, a в восьмой, а потом складываем по двоичным видам i, чтобы получить a в степени и это можно. А вот задача обратная, что нам дана no a в этой степени, и no a в какой-то степени, угадать в какой степени. Вот эта задача считается, предположительно, гипотеза есть, что она быстро её нельзя решить. То есть, она, так сказать, для человеческих и машинных возможностей не разрешима. Это называется дискретный логарифм. И вот про неё есть гипотеза, что это односторонняя функция. Но, опять же, никто этого не доказал. В принципе, если p равно np, то он не будет односторонней функции. Вообще односторонней функции, в принципе, никогда не будет. Такая неприятность. Почему для каждого нового возраста нельзя брать новую хэш-функцию? А реально надо иметь какое-то правило, как мы его берём. Да. Ну, в сущности, мы это и делаем. Мы, если приписывание числа, а потом применение одной хэш-функции, реально означает, что мы берём новую хэш-функцию. Вот новую, как бы, это её номер. Это просто технически удобнее реализовать так. Но можно было бы считать, что у нас хэш-функция, алгоритм вычисления хэш-функции, у него есть две вещи. Номер хэш-функции и вход. И он даёт выход. Но это вот то, что вы предлагаете, это совершенно правильно. Тогда можно, значит, заново это называть там семейство хэш-функции тоже. Но просто технически удобнее иметь одну функцию и просто приписывать номер к этому входу и потом применять. Это тоже самое. Но проще. Да. Что такое P равно NP? Ну, коротко говоря, это что вот всё, что можно вычислить, всё, что можно человеческими силами вычислить, можно и обратно восстановить. Ну, вот есть такая головоломка, правда, сейчас уже миллион долларов за неё не дают, но давали там несколько лет назад. Такая есть коробка и 16 на 16 имеет 256 плиток. И вот утверждается, что из этих плиток можно выложить пазм. Там нарисованы на плитках разные штучки и надо, чтобы они спадали. Утверждают, производители этой штук, игрушки, утверждают, что из неё можно выложить пазм, во-первых. И что они дадут миллион каждому, не каждому, первому, первому кто его выложил. И они выпустили эту игру, или там года два она была в продаже, этот оффер действовал, и так никто и не выложил. То есть, ну, естественно, что если у вас еще 256 плиток, и вы их рассыпали, то количество комбинаций, которые могут быть, конечно, перебрать все невозможно. Но вот утверждается, что нет никакого алгоритма, который позволял бы решать такие задачи без перебора. Что нет никакого способа существенно сократить перебор, нужный для восстановления пазма из рассыпанной коробочки. Вот это вот гипотеза P, 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 P не равно N, P, ну, для задачи, там, в варианте для задачи тайлинга, но они все, там, килограмм, вообще не знают. В первом движении можно смело считать, что это вот. Такая гипотеза о непознаваемости мира, что мы сделали такую штучку, рассыпали, и больше никто и никогда уже не сможет, как бы там наука не развивалась, какие бы мощные компьютеры у нас не были, никто никогда не сможет выяснить, как же она была улучшена. Такая вот гипотеза грустная. Нет, нет, ребята, на самом деле, P равно N, P, это, разумеется, математическая гипотеза. Да. И вам сейчас пытаются не прочитать лекцию часов N на 5. Нет, нет, там есть математический факт, конечно, гипотеза не может про одну конкретную коробку, потому что там, может быть, где-нибудь сохранилась, как-то ее укладывать, и может это найти. А гипотеза такая, что нет алгоритур, который систематически по любому рассыпанному пазлу восстанавливал бы то, из чего он рассыпан, и действовал бы меньше, чем экспонента, ну за полинвальное время то, что называется, что время шло шагов было бы ограничено полинвального чешнока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова